В Центре дизайна ArtPlay прошла встреча с американским художником Андроидом Джонсом, автором выставки цифрового искусства Самскара. Название из индийской философии означает «бессознательные впечатления». Опытом погружения в виртуальную реальность делится Юлия Кундрякова. Выставка начинается с лабиринта. Художник назвал его «зеркальным чистилищем». Оно призвано сбить с толку и изменить восприятие действительности. Андроид Джонс — художник, в чьих руках цифровые кисти, а на полотнах — виртуальная реальность. В 16 лет он начал рисовать портреты людей, а позже стал работать как продакшн-художник в студии Джорджа Лукаса. Космическая, запредельная реальность в его творчестве появилась с тех самых пор. Я начинаю работу на чёрном фоне. У меня в голове есть образ и некое представление о том, где у него будут глаза, нос, то есть базовая архитектура лица. Но не знаю, что будет в итоге. Собираю заранее подготовленные текстуры, соединяю все вместе, и получается то, что я сам хочу увидеть. Среди работ в основном портреты, написанные с помощью компьютерной графики. Хотя скетчи карандашом на бумаге по-прежнему обязательный этап. Образы от индийских богов Шивы и Ганеши до Иисуса Христа. Кстати, индийские божества, по словам художника, были приняты индусами на ура. А вот христиане окрестили голографическую работу андроида антихристом. Польском модели художник занимается за пределами виртуального мира. Эту японскую пару влюблённых он встретил на одном из фестивалей в Австралии, посвящённом солнечному затмению. Там влюблённые обвенчались. Два мира соединяются вместе, и между ними проросшее зерно, которое символизирует их соединение. И то, что от этого соединения рождается что-то новое, какая-то новая жизнь. На выставке в Москве Андроид Джонс прямо на глазах у зрителей создаёт арт-видео на экране длиной 20 метров с помощью компьютерной программы, которую придумал сам. Одна из последних работ художника — иммерсивная инсталляция в формате полного погружения с использованием технологии, когда изображение транслируется на 360 градусов. На куполе его картины оживают под мантры в электронной обработке. Инсталляция Самскара путешествует по миру уже около двух лет и получила несколько международных призов. Одноимённая выставка в таком виде представлена впервые. Что-то похожее, наверное, уже было, но в таком масштабе, со всеми технологиями, которые мы сейчас представляем, с дополненной реальностью, с VR, наверное, первый раз. Андроид Джонс называет себя художником, который выходит за рамки. Эту способность он планирует продемонстрировать в Москве. О том, как с помощью компьютерных фоторедакторов создавать женский портрет, художник расскажет на мастер-классах. Юлия Кундрякова, Игорь Горбачёв, Новости культуры.